Классическая школа и наплевать на результат. Школа должна сделать все-таки счастливым ребенка. Я вот вам заплачу, когда это бьется. Я сделал школу именно такой, какой я хотел бы сделать для своего ребенка. И отдал в эту школу своего ребенка. Способна ли школа раскрыть весь потенциал ребенка? Есть вещи, которые невозможно передать. Любить через экран тяжело. Это революция в дистанционном образовании. Бесплатно такого невозможно. Босководные освиты в принципе и не бывают. Образование это путь в гору. Предприниматель перестанет крутить педали, бизнес остановится. Бизнесмен перестанет внимательно смотреть, бизнес продолжит существовать. Развивайтесь, это единый сенс всего життя. Друзья, это большая рыба. Я рад вас всех приветствовать. Мы сегодня пишем особенный формат. И одна из, не побоюсь этого слова, любимых моих тем, это образование, в частности образование детей. И чему учить детей, чтобы они стали или не стали предпринимателями, в этом мы будем разбираться. И сегодня у меня два гостя, которые съели на этом собаку. Николай Дориченко, компания MBA Kids International. И Дмитрий Корчевский, Академия ШАГ. Ребята, ну и первый мой вопрос будет связан, ну, прямо в лоб. Вы отцы троих детей, каждый. Четыре. Четыре. У тебя четверо. Да. Семь дней назад дети пошли наши в школу. По каким критериям каждый из вас выбирал школу своему ребенку? Скажу честно, обираючи школу, в першу чергу дивился на те, как поставленный курс іноземных мов. Вот, by default. В целом. Но когда начинали... Англійський или вообще? Англійська, французька, німецька. Для меня важен выбор, чтобы был выбор, потому что я побачил по своим детям, что в кого-то может быть, ближе может быть німецкая, в кого-то французькая. И это уже, ну, видно, ну, в принципе, я знаю, 5 слов. А дитина уже говорит, и ты такой, вау. Но это в базе, в школе. Но начинешь все равно с первого вчителя, то есть первые 3-4 классы, когда мы начинаем, я смотрю на те, кто... Ну, это человек. И эти два фактора сыграли основную роль, где сейчас учатся дети. То есть ты хочешь сказать, что когда ты выбирал школу, ты шел в школу, непосредственно смотрел на учителя? Да. Что ты хотел увидеть в глазах учителя? Притомность и адекватность. Чуть-чуть подробнее, потому что адекватность, притомность. Я не знаю, уровень зарплаты для тебя имеет значение, которое получает преподаватель? Я хотел, чтобы, по-перше, эта людина, с которой я буду спілкуваться, ну, то есть больше моя дружина будет спілкуваться, нужно отдать належность. Что вся людина точно на мои какие-то запиши, если они будут, реагировала бы в диалоге. Потому что наши люди, как правило, звикли до отношения, вот так там и быть, и все. И, ну, типа, в школе так сказали, и, ну, треба сдавать какие-то деньги, и треба что-то делать, потому что это надо. Я против такого подхода, я завжди запитаю питання, а навіщо це потрібно, ну, для чого? И, ну, навіть не для того, чтобы почути якусь відповідь для себе, а переконатися, что ця відповідь є у викладача. Ну, тобто, якщо вчитель чомусь вчить, і він щось приносить, то він повинен сам мати відповідь на питання, а для чого мені це? І от якщо ця перша вчителька, особливо перша вчителька, має такий, хоча б, задаток такого наративу, тобто, такого підходу до дітей, може з ними спілкуватись, а не односторонньо в монологі віддавати якісь конкретні речі, то, значить, я піду до цієї в 4. Дмитрий, критерії. Давайте так, я трижды отец і однажды дед. Дед. Да, і, понятно, у мене є вже діти, які закінчили школу, діти, які пошли в школу в 5 клас. Младша дочка, самая любимая, тому вопрос школи для мене це було прямо вот очень лично і дуже серйозно. Нужно ще понимати історію, що... Ти більше ти ще педагог по образованию. Я педагог по образованию, я из семьи потомственних педагогів. Та ж історія. По сути, 20 років я займаюся педагогикою і доктор педагогічних наук. У мене должно було був все дуже серйозно. Практически Комаровський. І я скажу, більше того, я приїхав в Київ із Одеси только потому, що я не змог найти хорошую школу для своєї дочки в Одесі. Я поэтому перебрался в Київ, тому що считав, що нашел хорошую школу. Дмитрий, що таке хороша школа? Хороша школа – це комплекс. І якщо ми говоримо о хорошій услугі, не важливо, образовательна лига, у нас должно быть понимание, чого ми хочемо в конечному ітогі. Для чого це услуга, як оценивати її качіство. І тут можна розкладати дуже довго і красиво. В-первых, для кожного родителя должен був відповідь відповідь. Зачем ми отдаємо ребінка в школу? Не потому, що так потрібно, а які цели ти ставиш перед школою. Я для себе цели поставив. Це інтересно, які? На самом деле, вопрос не такий простой, як кажется. І, наверное, любой родитель не часто задумывається о задаче, с какой целью ми отдаємо ребінка в школу. Ну, я проводив опроси на эту тему, і багато відповідь будуть для вас знакомі. Для того, щоб він розвивався, для того, щоб він здавав ЗНО, для того, щоб він соціалізію мав, для того, щоб… Ну, тому що так треба. Але, якщо хочеться зберігати по-взрослому сверху, то ми хочемо, щоб… Я хочу лично для своєго ребінка, щоб в кой-то момент він став самодостаточним, уверенным в себе, понимающим місце в своєї житні, реализованным, свободним фінансово, морально-духовно, умеючий дружить, умеючий любить, умеючий строить професіональні отношення, умеючий своє місце в обществі і умеючим приносити ценності. Ну, також це круто, але готова ли школа це все зробити? Щас объясню. Для мене це образ, да? Таким я хотів би видити своєго ребінка. І, безусловно, школа – це той паровоз, який везет моєго ребінка втуда. Але коли це дозволо було б произойти? Коли біонок може стати успішним, самодостаточним, професіонально состоявшимся? Безусловно, не після школи, безусловно, даже не після інститута. Нужно де-то нескільки років, щоб вирасти по кар'єрій лістниці. А тут… А нікторые в 50 бізнес здають. Безусловно, да. Але коли це дозволо произойти? Це дозволо произойти не раніше, ніж років 24. Почему? Для того, щоб человек був состоявшимся гармоничним, фінансово і физически свободним. У нього дозволу бути професія. Щас я розкажу. Я думаю, що він к 24 годам ще не був самодостаточним. Де-то в 20 сім'ї він вже встал на ноги крепко. Але у тебе дозвола бути професія, ти дозволом реалізовуватися либо в своєм бізнесі, либо в компанії. У тебе дозволу бути кар'єрій рост. Щоб попасть в компанію, тебе нужно как минимум определиться своим предназначением і как минимум получить базове образование, вуз закончить. Т.е. ти должен попасть в компанію, ти должен до цього определиться с професією, поступить в вуз, отучиться, получить професію, щоб тебе взяли в компанію і у тебе було достаточне знань, щоб реалізувати це як бізнесмена. А точно вуз нужен? Не обязательно. Любой професіональний путь все равно связан с поверением професіонального картина. Ну, дозволяки, у кого бізнес в вуз, я понимаю, що надо отучиться. Я починав з бізнеса, який протиповжувався вузу. Т.е. Комп'ютерна академія «Шаг» изначально задумывалась як учебне заведення, яке альтернатива высшему образованию. Но не об этом. Тебе нужно получить некі професіональні компетенції, які будуть востребовані обществом, щоб вырасти, щоб продавати свої знання, уміння, навыки і так далі. Сценно сгласен, да. Когда ти должен это получить? У тебе должно быть время для этого. Безусловно, щоб поступити в вуз или в любое другое учебное заведення, ти должен получить базове образование. Тебе нужно научити учиться, научити управляти своєю временем, научити волевим качествам, які позволять тебе впахувати, щоб впитати то огромное количество знань, яке нужно для будущего. И поэтому ми приходим вот в этот момент к школе. Когда он должен научити выстраивати отношения с людьми, научити управлятися своєю временем, научитися дружити, научитися організовувати людей вокруг себя или быть частицю сообщества, научитися эффективно усваивати информацию, научитися эффективно планировати своє время. Потому что со временем это время становится все меньше и меньше. То есть у него свободного времени для профессионального роста становится все меньше, 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 меньше. И к нашему возрасту его почти не остается. Дим, супер! И вот теперь, зная, когда, куда мы идем, в какую цель, в 24 года нам нужно выполнить вот такое количество параметров. Гармоничный, свободный, самоопредлившийся уме, еще дружить, любить и так далее. Мы ретроспективно выстраиваем путь. И мы понимаем, что к школе, вот к моменту окончания школы, 90% навыков у него уже должно быть сформировано. Он идет в институт или в любое другое профессиональное место, может быть, сообщество, может пойти, не знаю, там, совершенствоваться в другом месте, не обязательно в ВУЗе, но где-то, в стартап, например, пойти учиться, но он где-то должен сформировать вот эти soft skills и базовый понятийный аппарат, плюс он должен уметь работать с собой, потому что заставить себя это еще то приключение для школьника. И все это должно быть заложено именно в школе. И школа должна отвечать именно этим требованиям. И вопрос теперь, когда мы определили формат, куда мы идем и как, вот степ-бай-степ, вот эти вот чекпоинты, мы можем уже задать вопрос, какая должна быть школа. Понятное дело, что мы имеем очень немного времени, казалось бы, 10 лет или там плюс 5-15 лет, но на самом деле все это очень-очень быстро уходит в никуда. Если мы неправильно выстроим процесс, заложим неправильное восприятие знаний, которые тебе нужно получать, целей, ради которых ходишь в школу, мы же не за знаниями ходим, вы, наверное, со мной согласны. Знание – это центр школы 70-х годов. Это английский, вполне конкретный пример. Я смотрю на учителя английского. А английский – не знать о том, что существуют языки, правила, Ну это что-то между словом и хардом. Мне кажется, английский – это про что. Давайте так. Мы говорим про образование как совокупность знаний, умений, навыков и компетенций. Знание – это первая ступенька. Мы знаем, как кататься на велосипеде или играть на скрипке, но не умеем, например, этого делать, потому что не имеем умения. Умения приобретаются путем применения знаний. Таким образом, мы уже умеем, например, кататься на велосипеде. Когда мы это делаем автоматически, не прилагая к этому усилий, у нас формируется навык. Так вот, знания – это то, вокруг чего строилась школа там 50-е, 60-е годы, когда преподаватель был носителем знаний, у доски передавал знания, мы, дети, записывали знания, и таким образом происходил путь передачи знаний. То, что мы назвали зубрежкой. Абсолютно. И в какой-то момент мир перестал от нас требовать знаний в том энциклопедическом формате, в котором Вассерман когда-то производил впечатление. Кому нужны энциклопедические знания, если они у каждого ребенка в кармане, и окей, гугл, мы знаем любую информацию. Теперь в центр любой школы, в центр полезности выходят ценности или умения, которые нужны обществу. Если ты не можешь дать обществу ничего, кроме своих знаний, ты не интересен, потому что ты уже конкурируешь с компьютером, с телефоном. Но если ты можешь производить нечто ценное, пусть это дизайн, или, не знаю, разработка программного обеспечения, или ты можешь написать программу на мобильный телефон, сделать сайт, придумать чертеж атомного реактора. Не важно что. Если у тебя есть некие умения, ценные для общества, то ты не будешь никогда испытывать чувство ненужности. Ты всегда будешь востребован. А ради этого в том числе работает школа. Школа должна заложить эти фундаменты умений, потому что знания мы можем получить сейчас очень просто. А вот умения это следующий шаг. Можно вопрос, связанный с этим? Я думаю, ни тебя, ни Колю, ни меня тем навыкам, о которых ты сегодня говоришь, должна соответствовать современная школа. Как это не учили? Это базовая педагогика. Но я не знаю, я за вас не буду говорить, я буду говорить за свою школу. Я закончил обычную советскую школу. То есть вы успешные предприниматели. Что случилось такого в нашем образовании, что мы смогли себя реализовать в предпринимательстве, в IT? И почему сегодня, ты говоришь, что раньше нас готовили не так, а сегодня нас должны готовить так? Я на самом деле, когда выбирал школу своему ребенку, честно скажу, я хотел обязательно физмат. Вот Коля смотрел на английский, я закончил сам физмат, у меня жена закончила физмат, и я говорю, что я хочу физмат. В последний момент меня переубедили, да, у меня ребенок сегодня учится уже там, заканчивает, пошел в третий класс, и я до сих пор живу с вот тем сознанием, не сделал ли я ошибку, отпустив ребенка, ну, в школу не совсем с физмат наклоном. Да, там много английского, но математики и физики, наверное, меньше, чем я хотел. На самом деле, предметы не играют никакой роли в росте нашего ребенка, потому что это всего лишь площадка, на которой мы растем, совершенствуемся. Это игрушки или там тренажеры, на которых мы тренируем свои когнитивные, интеллектуальные навыки. Математика в этом плане лучше, потому что она дает больше пространства, тренажеры более эффективные, чем, скажем, гуманитарные, хотя у гуманитарных тоже есть масса преимуществ. По сути, предметы – это наш спортзал, в котором разного вида тренажеры, электрические, механические, тяжелые, легкие, которые формируют и раскачивают наши интеллектуальные мышцы. И математика, я ее очень люблю, потому что мир еще не придумал ничего лучше, то, что развивает качество нейронных связей в нашем мозгу. За счет чего растут наши нейронные связи? За счет операции с абстрактными величинами или с абстрактными понятиями. В этом плане очень математика похожа с гуманитарными предметами и даже с музыкой, потому что и там, и там мы оперируем тем, что нельзя пощупать. И операции с ними, законы взаимодействия, они рождают в мозгу очень мощный сигнал для увеличения плотности этих нейронных связей, которые потом используются в любых других задачах. Мы учимся решать задачи в математических или физических предметах, и они позволяют нам потом с легкостью решать бытовые или бизнес-задачи. Я как математик, тоже по образованию, тоже заканчивал Мехмат, я считаю, что во многом именно благодаря прокаченности мозга я легко справляюсь с бизнес-задачами, и меня не пугают сложные какие-то решения, там, поиска оптимальности в налоговом, например, или финансовом учете. А что касается гуманитарных дисциплин, они прокачивают другую сторону, больше эмоциональную, нежели чем интеллектуальную, но для софт-скиллс она очень важна. Эмпатия, умение общаться, вести за собой, договариваться, быть лидером, это все часть гуманитарной, части нашего мозга, и она прекрасно прокачивается гуманитарными предметами, но нужно тоже понимать, как это устроено. Не тупо брать, не понимая, зачем решаем мы задачи, и дети со скулкой выписывают формулы, не понимая, что это классная игра, это развлечение, это то, что должно приносить удовольствие. А у детей выстраивают стойкое чувство отвращения. Понятно, почему они не знают, зачем они это делают. Для них деятельность без цели, бесцельная деятельность. И, конечно, она не вызывает желания повторять это. Коль, ты услышал историю про математику, все-таки, почему английский? Я поспорю все равно, ты задавал про музыку, Дима, все ж таки, я вважаю, что музыка это, взагалі, окремый жанр и окремое занятие, которое поревнявать с математикой неможливо, потому что музыка за дослежениями развивает таки дилянки музыки, которые не развивают жодно из нам известных видов мистецтв или любых других. Она прекрасно развивает, как и математика. Я бы тут связал эти две степлини. Я же не про то, что там что-то не так, я говорю, что музыка вообще окремая. Честно говорю, потому что, до речи, про предмети, про напрямые, которые полезны. Кстати, музыка говорит на языке математики. Это, я не помню, кто сказал. Чего мы желаем нашим детям? Я часто задаю таке питание, когда мы спілкуемся с батьками, вообще с людьми. Надо счастье и здоровье. В точку. Счастье и здоровье. Что такое счастье? Здоровье, зрозумяло. Тобто, нужно научить дитину как-то враховывать особенности своего тела, быть с ним охаянным, свой комбинезон беречь, и чтобы использовать его для своих целей в цьому житті. А счастье, а что такое счастье? В кого не спитай, он отвечает в другий способ. А чему? Потому что мы все разные. И дети наши тоже разные. И эти истории, когда кто-то хочет спадкоем империи своей или что-то, ну, хай он будет. Друзья мои, вы понимаете? Ну, я это всем скажу. Ну, ця дитина пришла такая, как она пришла. Дайте просто ей стать тем, кем она может стать, и от чего она будет кайфовать все своё життя. Хай вона не будет подприемцем. Нашу ей быть подприемцем, если она не входить в 5% за статистикой, что люди по типу нас с вами, что мы кайфуем в первую чергу от ответственности, от того, что мы беремо за что-то великое, идем с прапором и ведем за собой. И если не спим ночами, то не спим потому, что рахуем что-то, а не от страха, от жаха, который нас сковывает. Инших людей это вганяет в жутку депрессию и дает дискомфорт. На что делать, даже если дитина может раховать, спелкуваться с людьми, делать публичные спичи, умовно скажу, выполнять ті или другие элементы предприемца, которые он должен выполнять. Хай он станет тем, кем ему найкраще бути в своем житті. Это первое. А как это сделать? Это вопрос. Есть только один способ. Прозвучала фраза прокачать. Мне тоже интересно. А можно ли прокачать? Потому, мне кажется, многие навыки, разделяете ли вы мнение, что множество навыков, оно врожденное от родителей. Я не знаю. Есть люди, которые встречаются в 60 лет, а он как заведенный. у него энергии больше, чем у 20-летнего. И он все время такой, я не знаю, навык, может я говорю про врожденное качество, врожденное качество, коммуникации, эмпатии, еще какие-то вещи. Ты просто сказал прокачать. Я не верю, что некоторые вещи можно прокачивать и нужно ли прокачивать, если, допустим, моя младшая дочка, ей нравятся танцы. Я хочу, представим себе, я папа, который хочет, чтобы моя дочка была, не дай бог, предпринимателем. Нужно ли ее отучать от танцев, или нужно ее учить чему-то другому? Можно и нужно. Все-таки два разных вопроса. Безусловно, можно, но нужно ли, это другой вопрос. Если ты уже питаешь, чи можно, однозначно, я погоджусь, Дима, я погоджусь, можно однозначно, но для чего и в какой ступени? Например, в твоей дитине есть какие-то яскраво выраженные элементы, ну, ты видишь, что это талант, и, ну, ты трошечки там додаешь, додаешь, а она просто ну, раскрывается и раскрывается. Но в других, например, умовно, уявимось бы, в коммуникации, ну, она не такая. Ну, маю себе на увазі, не так она развивается, как ты знаешь, что можно было бы. Да. И ты на это дивишься и думаешь. Да, конечно. Я послушал Диму, он говорит, современные ребята должны сделать коммуникацию. Я хочу сделать дитину супер-мега-комуникатора. Я, ну, субъективно, как Микола Дореченко, был бы против такого подхода. Почему? Потому что кількість не просто твого ресурса, а ее внутрешнего ресурса, и там, кількість ее спротиву внутрешнего, и много-багато внутрешних нюансов, которые спрацуют в момент того, когда ты будешь, может, десь прессовать эту дитину, не сможешь пояснить, для чего это ей, потому что это важливая история в тот момент, а вона просто не понимает, для чего это ей. И ей это не будет подобаться, то, может, вона и виросте на какой-то ревень достаточно высокий, который бы ты хотел. Но это будет значительно супер-ресурсными втратами, в первую очередь, в дитину, которая могла эти ресурсы, время и энергии втратить на других. Но, но, если дарить до какого-то притомного минимума, то, что, коммуникация нам нужна в жизни, обовязково. Не можно не комунікувати с людьми, не можно не мать каких-то базовых навичек публичных выступов. Тобто, ну, хорошо бы их иметь. То есть, ты все-таки за такие инкубаторские условия для ребенка? Я за те, чтобы с одного боку створить такие умовы, чтобы проявились все, ну, спробовать дать дитине, как, от, когда происходит при корм, так называется, после молока, каким году мама, дитину, происходит процесс, что ты там а вот это, а вот это, а вот это, а вот это. И дитина сама начинает сказать, что я не буду, а вот огурок мне подобается. И ты же не будешь, она виплювает селедко, ты нет, селедко тебе надо. Ты же не будешь так делать, правильно? Это же просто нелогично. Так и тут. Но, с услови на то, что ты понимаешь, как будет в свете цей дитини важность ее навичок социальных, например, даже если они не заходят. Ты просто доведешь эти навыки в ней до минимально потребного уровня. Я за такий подход. И ты будешь развивать все другие, которые в ней просто... Ты бачишь, это талант. Понимаешь? То есть, все равно ресурс сконченный. И главное, не твои гроши, ресурси, ресурси, увага, яка, до речі, иногда буває поважнейше грошей. Но ресурс дитини, ее час, ее энергия, ее вира, ее мотивация в том всему процессе, что происходит. И как ты этим скористаешься, особенно, как ты умеешь не втратить доверу на каких-то этапах, что ты будешь сказать одно, а оно будет иншее. Как ты будешь тримать свое слово. И как свит будет давать фидбэк дитине, что ты дейсно правый. Оце капец, как важливо для того, чтобы дитина думала, блін, ну, навіть, если это мне не очень подобается, но вот бил сигнал, я сделала и свит мне ответил, что это самая лучшая мотивація, что может быть в свете. Когда дитина приходит, или даже не приходит, но ты узнаешь, что она как-то решила, что ты был прав. Оцей связок в конце кинцов это самая магичная штука. И не втратить этот связок, быть очень обережным с тем, где ты делен, а где все таки нужно нажать. не только банальные вещи, еще и не банальные. Я розумію, я розумію, але дотягнути дитину, ну, не дотягнути дитину, а просто зуміти так пояснити їй, для чого їй це, до речі, це основна задача викладача. Тому що я з цього почав. Якщо викладач в першому, другому, третєму класі не може, ну, я кажу своїм дітям, завжди питайте, для чого. З цього вся починає ця історія навчання. Зачем? Якщо ти не знаєш відповідь на питання навіщо, як ти будеш відповідати на питання що робить, наприклад, чи як це робить? Ти не знаєш навіщо. Можливо, ребенок в возрасті маленьком понять, зачем? Так от, я же кажу, питай, якщо ти не знаєш, ну, питай, навіщо. І якщо тобі людина, яка збирається тобі щось пояснити, не може тобі це пояснити, блін, є питання. Дим, сагласен чи не? Я не согласен, вернее, я і сагласен, і не сагласен, тому що ми счас разговариваем з двох разных позиций. С одной позиції, позиції родителя. Ми говоримо с одной позиції, позиція родителя. Ми говоримо с одной стороны родителя, а с другой стороны с позиції, що дозна робити школа, а не що дозна робити ми як родители. О! Це, кстати, следуючий вопрос. Давай ми відповідимо сначала на вопрос с точки зрения родителей, а потом, а может ли школа обеспечить то, о чем сказал Коля? Все здорово, и мы все время говорим о правильных вещах, но упираемся чаще всего в то, что эти правильные вещи почему-то реализовываются неправильно. Мы все знаем, что педагоги в школах вроде бы нормальные, вменяемые, зачастую очень образованные люди, но почему же школа такая, как она есть в основном? Я помню время, когда мой ребенок говорил, я не хочу ходить в школу, я ее ненавижу. Это касалось и старшего сына. Нормально вы начали с вопроса, как мы выбирали школу. Да, ну было такое, и я видел это, и мне это не нравилось, что ребенок ненавидит ходить в школу. Он говорит, папа, если бы школа была такая, как академия, я бы с удовольствием и ходил в эту школу, но она другая. Я говорю, а почему другая? Мне скучно, мне неинтересно, я не понимаю, зачем мы там все это делаем. Мы там преподаватели, у нас девочка, мы спрашивали тоже, почему тебе нравится наша школа? Ну мы открыли эти степ-скул и спрашиваем, почему тебе нравится наша школа? Это у вас преподаватели не кричат. Вот, то есть не потому что, не только потому что там все по-другому, а ее поражает, что преподаватели не кричат. Это же просто уму непостижимо, как люди понимающие, все родители там, преподаватели, это тоже родители каких-то детей, чьих-то детей своих, они тоже где-то учатся. Они все понимают правильно, но вопрос реализации, это главный вопрос. Все, почему я сказал, и согласен, и нет, потому что с точки зрения логики, с точки зрения понимания процессов, да, так и должно быть. Мы должны объяснять, зачем. Но если школьная программа не дает ответ на этот вопрос, более того, она не то, что не дает, она полностью противоречит, ты не можешь ответить, зачем, потому что ответа нету. Или он не очевиден для детей. Почему я говорю... А можешь привести пример? Да, могу, запросто. Так, а в чем ты несгоден? Я не согласен в системе идеологии подхода, которая сейчас общепринята. Так, а я знаю, ты несгодный. Вопрос, может ли школьная программа дать ответ, прямой ответ на вопрос, для чего нужна, например, тригонометрия? Я знаю ответ, для чего она нужна. И могу объяснить. Но ни один мой, ну, старший и средний проходили в школе, они не получили ответ на этот вопрос. Более того, никто не ставит перед собой такую задачу. Более того, возможно ли выстраивать правильный процесс обучения, если мы не решили главную задачу? Это должно приносить удовольствие. Пока мы не добились состояния ребенка, что он ходит с удовольствием в школу, он получает удовольствие от получения новых знаний, от коммуникации с преподавателем, от процессов, которые происходят в школе. Все остальное не имеет смысла. Даже ответив на вопрос, зачем? Я... Зачем я тебе сейчас сделаю укол? Понятное дело, тебе нужно сделать там, например, лечение. Поэтому я делаю тебе укол. Это не сделает ребенка более дружелюбным по отношению к врачу. Слушай, а можно вопрос? Тебе нравилось ходить в школу? Скорее нет, чем да. Коль? Ну, да есть так. Ну, я не знаю, я не могу вспомнить и своих друзей, которые там просто бежали в школу, потому что им нравилось. Должно ли... Обязательно. Мне кажется, мы сейчас выводим как-то в абсолют. Ну, есть какие-то вещи, которые ребенок... Ну, ему не нравится. Школа здорового человека должна быть. Школа, куда дети... Я... Возможно, да, мы живем в таком мире, что сомневаемся, что такое бывает. Я, например, уверовал в обратное, когда отдал своего ребенка в American International School в Зальцбурге. Потому что я не смог найти решение в Украине и отправил его учиться за рубежом. И, вы знаете, невероятная разница. Для меня это было откровение, что ребенок не только учился с удовольствием, он там жил, это boarding school, он там жил. И когда я приезжал... А, в принципе, он не очень был такой прилежный, когда учился в Украине. Он просто был crazy about education. Вот ему реально было в кайф. Он уважал педагогов. У них не было такого, что школа заканчивалась, и дальше начинался отдых. Они жили вместе с педагогами, они общались. Они занимались исследованиями. Они реально кайфовали. Ты можешь сказать, что не так там и здесь? В чем разница? Ничто не так. Везде есть свои проблемы. В чем разница? Дети такие же самые. Дети те же. Материал такой же самый. Дети материал другой. Дети одинаковые. Детям нужно получать удовольствие от процесса обучения. Нужно показать им кайф от того, чем они занимаются. Можно подать математику скучной и непонятной, а можно сделать из этого приключение. Как тригонометрию можно сделать приключение? Запросто. Вот реально, я кайфовал от тригонометрии. Я вообще кайфовал от математики, потому что мне папа показал, что математика это не сложно, это как игра. Ты в нее играешь, в эту математику. И все, и становится на свои места. Мы соревновались с одноклассником. Мне повезло с хорошим преподавателем. Он показал, что это может быть соревнованием. Мы приносили задачки друг другу, и преподавателю в том числе, и смотрели, как он мучается и решает эти задачки. Он не всегда их решал, но это было классно, когда ты мог принести, озадачить педагога так, что ему было тяжело. И он нас озадачивал, и у нас было соревнование, кто первый решит задачу. Это был определенный, как соревнование. Ты, когда научился это делать, тебя уже вызывало удовольствие решить сложную задачу. Это было как челлендж по отношению к себе. Поэтому можно сделать все прекрасно. Более того, я не хочу голословно говорить, но мы сделали школу. Второй год уже она работает, в которую дети ходят с удовольствием. И моя дочка в пятый класс пошла, спрашивала, куда отдать свой ребенок. Я сделал школу именно такой, какой я хотел бы сделать для своего ребенка. И отдал в эту школу своего ребенка. И я каждый день внимательно-внимательно смотрю, изменился ли ее отношение к школе с точки зрения, вот хотела бы ли она ходить или что-то ее сдерживает. Я думаю, что вот я добился своей цели, потому что ребенок с удовольствием, не только она, все. Замечательно. Подводим черту. Следующий вопрос. С способна ли школа раскрыть весь потенциал ребенка и обучить навыками, знаниями, или все-таки большую часть, или какую-то часть мы отдаем на воспитание дома? Ну, в будь-якому разі, яка б не была школа, ну, якщо це не школа, яка 24 на 7, де проводить час дитина 24 на 7, і навіть в цьому випадку фактор родини грає дуже велику роль, фактор родини, в принципі, грає дуже велику роль. Ти спілкуєшся з дитиною, ти розумієш, що от там на співбесіді, коли ми беремо, наприклад, на свої програми, і ми розуміємо, що от батьки от десь такі. Чи з батьками ти спілкуєшся, і скоріш за все, якщо не бачиш ще дитину, і розумієш, що може бути от так. Тому що, ну, ще, звичайно, велику роль грають соціальні контакти, ті гуртки, де буває дитина. Тому говорити, що от школа, тіпа, от все рішає, вона не рішає все. Вона не може вирішувати все, в принципі. Ну, це треба розуміти, перше. Друге, звісно, от той формат комунікації, взаємодії з батьками, який існує там останні роки, ну, я не скажу, що у всіх школах є виключення, звісно, і це так, і класно, що вони з'являються, ці виключення. Але в своєму стандарті, що батьки відповідальні за домашні завдання дітей, які ті не хочуть робити, ну, тому що вони їх не хочуть робити, і, коротше, і оце замкнене коло абсолютно, ну, на мій погляд, дурнувате, ну, тому що, ну, виходу з нього нема. Якщо дивитися на цей процес, якщо викладачі не змінюються, ну, як будуть змінюватися діти, а батькам, ну, теж нема часу, сил, іноді просто натхнення якось впливати. Виход є. Але взаємозв'язок позитивний, взаємозв'язок між школою, будь-якою школою, середньоосвітньою, такою школою, там, наприклад, як нашою школою підприємства та лідерства, будь-якою, дитиною і батьками повинен бути, і він повинен бути налагоджений для досягнення єдиної в кінці кінців, ну, мети, результату динаміки у дитини. Тому що, якщо батьки зовсім не займаються, це те, що я казав, що, здравствуйте, от ми тут, у нас тут полторушка в місяць, ну, що там у вас, як там мій дитинок? От є такі варіанти. І я б хотів погану новину сказати таким глядачам. Не буде хороших результатів. Ну, це дивом тільки так станеться. Якщо ви своїм рідним дітям не приділяєте уваги, часу, справді не цікавитесь тим, що з ними відбувається, ну, і чи не потрібна їм, може, допомога, і в притомний спосіб не спілкуєтесь з викладачами, чим ви можете бути корисні, чим підтримати. Ну, якщо ви, наприклад, розумієте позицію викладача, і вона вас влаштовує, то що ви з вашої сторони можете вдома зробити, щоб підтримати цю позицію? Не говоріть, вибачте, ой, там, що там, вони там тебе в школі розказують, то все фігня, от я тебе зараз розкажу. І дитина взагалі приходить, ну, вона не розуміє. Так що папа прав, ілі мама права, ілі там, я не знаю, ілі няня, ілі водітіль, ну... Пока їхав. Да, поки їхав, урок прочитав. Урок прочитав більше. Чи викладач? Резюмуючи, зв'язок не просто можливий, він повинен бути з батьками обов'язково, і роль вчителя тут пояснити, а, стратегію, куди ми йдемо, що ми робимо, ну, тобто, чого ми очікуємо, яку динаміку, і завдяки чому в дитині, і чим ви можете, якщо хочете, звісно, допомогти в процесі реалізації цієї історії? На самом деле, вопрос очень простой, як по мене. Єсть услуга, образовательна услуга, і ми точно понимаємо, чого хочемо от школи, в данному віде, як родителі, як заказчики. Хоча до заказчика можна отнести і общество. Ну, наші ожидання можуть бути завышені від школи. Я вот про це. Прекрасно. Тобто ти хочеш, щоб твоєго ребінка зробили лідером суперчастливого. Ми приходимо в школу, приходимо в любую организацию. Ми хочемо в хімчистку прийти, щоб постирати вещи. Ми ж, здавая вещи, не хочемо, щоб нам вернули. Ми здали кофту, а нам вернули шубу. У нас какие-то є ожидання, щоб решили наші вопросы, наші ожидання. Інтересно, що для класіческой школи ніхто ці ожидання не формулирує. Поэтому і результат получаємо, якой угодно. І претензії предвивити не можемо. Важно ще раз на начальному етапі сформулировати, чого ми ожидали. Важно. Парабіжте олимпиад, я не знаю. Нет, ніхто не формулирує, як родители отдають школу. Екейпиає? Верніте мене по кипяю. Ну, нету, реально. Давайте вспомните, когда мы ходили в школу. Ми можемо поставити задачу поступлению в английскую бизнес-школу? Вполне. Не бизнес-школу, а в английский вуз какой-то. Это ожидання, но когда мы с вами... Например, когда я подписываю контракт с компанией, которая оказывает мне рекламные услуги в интернете, я говорю, что мы прописываем условия. Я делаю это, вы делаете вот это. Мы ожидаем такой результат. Есть результат другой, там, штрафные санкции. Ну, слушай, ну продукт достаточно такой формализованный и понятный. А тут ты приводишь ребенка, которому там 7 лет. И ты говоришь, я хочу, чтобы это чудо через 10 лет поступило в Англию. И я как преподаватель скажу так, погодите, я, во-первых, еще первый раз вас вижу. Я не знаю возможности вашего ребенка. Ну, гипотетически... А вы думали, должны с ним заниматься и так далее. Ну, никто так не делает. Было бы здорово, если бы так можно было сформулировать запрос. Но этот запрос никто не делает. Более того, наша школа... Так я могу это делать? Вот скажи, я могу это делать? Я могу прийти в школу и сказать... Это было бы прекрасно. Моя цель такая. Это было бы прекрасно, если бы ты мог прийти в школу и сказать, я отдаю к вам вашего ребенка. Скажите, пожалуйста... Своего ребенка, а не вашего. Я вам отдаю своего ребенка. Ты отдаешь своего ребенка и говоришь, у меня такие-то цели. Слушай, нормальная школа, как она на это среагирует? Нормальная никак, посмеются. Посмеются. А я скажу, если ты приведешь ребенка в мою школу и сформулируешь свой запрос, я тебе скажу, насколько это реалистично, что для этого нужно, и выпишу даже отдельный персональный образовательный путь для того, чтобы ты достиг своей цели. И, кстати говоря, это, наверное, вполне реальный подход. Так просто никто не делает, потому что школа – это не процесс, направленный на результат. Школа – это механизм, отрабатывающий процесс. Это процессно-ориентированная компания. Ей вообще наплевать, классическая школа, со всей вот этой вот системой, ей наплевать на результат. Но последнее время появилось в ДНО, и в этом плане очень здорово. Появилось хоть какое-то мерило эффективности. Оно примитивное, потому что оно снимает только маленькую часть задач. Я формулирую до 24 лет задачу для каждого ученика, что в 24 года мы сняли конечный результат. А школа обычно снимает ДНО, но уже легче, потому что многие приходят и оценивают школу именно по среднему баллу ДНО. Это здорово. И, кстати говоря, сейчас вузы тоже стали оценивать по среднему баллу ДНО подавших документы. То есть это такой мерило оценки. Ну да, есть рейтинг, да, я смотрел тоже, когда школу своему ребенку выбирал, я смотрел, что школа попадает в топ-10 лучших школ города Харькова по среднему баллу ДНО. Вообще скажи, это правильное мерило или нет? Хорошо, что такое-то есть мерило, но не лучшее. Мы противоречим школе, потому что если слушается то, что он сказал, что школа должна сделать все-таки счастливым ребенка. В будущем, но не в настоящем. Да, в будущем. И является ли показатель мерила, то есть уровня сдачи ЗНО уровнем счастья ребенка или вообще его предназначению? Потому что мне тяжело сейчас взять на себя ответственность, сказать за своего сына или дочь семилетнюю, шестилетнюю, сказать, я хочу, чтобы ты поступила в такой-то английский вуз. Может быть на протяжении этой учебы она скажет, извини, я хочу там, я не знаю, дауншифтером лежать в Таиланде на пляже и заниматься рисованием. А не баллов в ЗНО и хороших оценок, правильно? Ну, ты сказал, если я тебя правильно понял, если я тебя поймал на твоей фразе, ты сказал, это было бы замечательно, если бы родители формировали, что они хотят. Мы рассматриваем одновременно в нашем общении и идеальную школу, и настоящую, и общую образовательную школу, которая на сегодняшний день существует, и с разных позиций, с позиции родителей и с позиции школы. Поэтому мы все время крутимся вокруг. Я с тобой согласен, что у каждого родителя должна быть сформирована цель. Ради чего? С этого мы начали разговор. Теперь вопрос, как оценить, давали нам школа это, ради чего мы отдали. У нас нету сейчас никакого мерила. Более того, его очень тяжело изобрести, потому что если цель наша счастье ребенка в будущем, то мы можем только отследить его динамику. Но если мы оцениваем школу, не ребенка и динамику его, оцениваем школу, справляется ли она с этими задачами, то у нас вообще практически никаких инструментов для изучения нет. Мы пользуемся личными ощущениями. Нравится нам педагог, как это, он адекватный или нет, это неэффективно. Оценки мы можем оценить школу по среднему баллу выпускаемого ЗНО. Уже что-то. Не идеально, но уже что-то. Но по-хорошему нужно оценивать, я бы оценивал школу, как бы я оценивал компанию, с которой бы я хотел работать. Как ты оцениваешь компанию, с которой ты собираешься запартнериться? Ты оцениваешь массу показателей. Отзывы на рынке, наличие необходимых квалифицированных сотрудников, трекшн какой-то, компания имеет долги, успешна ли она на рынке, лидер ли она на рынке, использует инновационные технологии, имеет ли она, скажем, фонды свои или достаточно финансов, чтобы развиваться и многое другое. Я считаю, что это самый правильный способ. Получить максимум информации о компании, я тогда сделаю вывод, стоит ли ей доверять. Собственно говоря, с этих позиций мы и работаем. Дим, если я правильно понял, у меня есть такой вопрос. Мы говорим исключительно о коммерческом образовании. То есть бесплатно такого невозможно. Все бесплатное, это мертворожденное. Образование, может, кто-то финансирует. Так, подожди, подожди, Саша. Я считаю, что невозможно. Саша, безкоштовно, ну вот, безкоштовної освіти, в принципе, її не бывает. Просто таки люди, ті люди, які думають. Привіт. Хороший вопрос. Ті люди, які думають, хто віддають своїх дітей в середньоосвітні школи, державні, і що вони нічого за це не платять, то вони платять, ви здивуєтесь, ви платите, друзі мої. Просто ви не знаете, скільки. І оця история ж дуже багато. І оця історія, що гроші ходять за дитину, як гроші ходять за пацієнтом. Я не знаю, 5,3 млрд. доларів, по-моєму, Україна тратить на образование в год. Це шалейний, короче. 5,3 млрд. доларів. Я можу там ошибаться в каких-то цифрах, але я вчора буквально смотрю статистику. Та, і дуже неефіктивно, к сожалению, тратиться. Але така у нас система. Це абсолютно нормально. Возможно ли, що хороше образование може бути безплатним? Тут опять же, якщо ми говоримо про процес, він може бути любого. Нам можуть попасться бессеребрянники у учителя, влюблені в своє діло, і сложиться магія. І плюс, в сельських школах рождаются великолепные діти, тому що образование – це не автобус, в якому ми сажаємо ребінка, а він сидить, ми його веземо. Образование – це путь в гору. Вот, очень хороший пример для мене образование – це аналогія. Ми з женою піднімалися на Килиманджаро. Це путь. 6 тисяч кілометрів. 5,984 метри. Практично без 6 метров 6 тисячників. І це путь, який ми проделали благодаря компанії, яка нам організовала цей путь. Портерам, які допомогали нам нести якісь вещи. Ми все одно рейкзаки таскали. Проводник, який був главний у нас, який був, який був, коли нам на привал, коли нам стартовати, коли пити воду, коли не пити, откуда вообще можна пити воду і чого їсть нельзя. Но гора, вот она, путь простой. Можно ли было пройти без проводника, без организации, без компаний? Безусловно, можна. Даже, я знаю, есть люди, которые там чуть ли не бегом взбегали на 6-ти тысячників. Вот в чём вопрос. Частное образование даёт гарантию, или, по крайней мере, уверенность в том, что они обо всём, во всём это продумано. Но может ли возникнуть человек, не исключается же, возможно, что ребёнок станет успешным, если даже у него не будет хороших преподавателей. Масса таких способов. Самоучик вагон. Но значит ли это, что твой ребёнок должен пойти по этому пути? Не завдяки, а вопреки. По сути, это такая рулетка. Ты можешь отдать ребёнка в школу, которая обо всём позаботилась, продумала, и она правильно выстраивает траектории. Либо сделать ставку как на зеро, да, и крутануть рулетку, жизнь ребёнка поставить на случай. Так делают большая часть наших жителей Украины. Ну вот тут я погодился с Димой в якому контексте. Потому что, ну, якщо и там, и Дмитро, и я займаёмся, ну, по сути, мы в освітньому бизнесе. Освітний бизнес. Ну и, соответственно, если ваш бизнес процветает, значит, наша послуга, значит, наша послуга... Значит, мы говорим о том, что изменение образования возможно в том числе благодаря коммерческой... Значит, наша послуга потрібна. Значит, её выбирают. Значит, за ней голосуют не просто руками в кабинках, а грошима, заробленими. И это значит, что, ну, то есть, если мы существуем, значит, что мы маем право на существование. Если сравнивать приватные вот такие институции, приватные школы, приватные организации, которые надают будь-яку форму освіти, с державными, то есть велика разница, большая разница в головах у керівників цих организаций. Потому что керівник приватной организации, он, как бы там ни было, ну, есть бизнес-модель, и он понимает, что если меньше результатов, меньше грошей, меньше клиентов, что мы делаем не так. Нам нужно делать изменения, нам нужно делать это быстро и быстро, и качественно, так или иначе. Державные институции, я не хотел бы сказать, загалом, про всех, потому что там есть супер-спецы. Я встречался с различными адміністраторами и выкладчиками, которые реально от бога люди, которые бесцеребренники, которые любят детей и так далее, и так далее. Но, взагалом, их задача другая. Утримать позицию. Ну, как есть. Я это тоже понимаю. Тому эта система будет поручаться с изменениям, тому эта система не будет, и так далее, и так далее, и так далее. Но, повертаясь до вопроса викладачей, почему бывают такие викладачи, которые, раз, и вот был один викладач, который влюбил биологию, например, да, или математику, да, как в твоем выпуске. Я думаю, в каждой школе было 2-3 учителя, в которых дети были влюблены. Может и так, может и больше. В институте даже. Может и не было. А как так? Звідки они берутся? Кто эти люди? И кто они могут быть в нашем мире? Что за бенчмарк? Какой образ? Да, можно оцифровать этого человека и размножить их. Можно. Можна. Ну, там, є цілий ряд критерій, за которыми можно это сделать. И за ними хотят сейчас до школы. Основный критерий, який я, ну, от мы там довго працюемо з людьми, в том числе с викладачами, які стают викладачами для детей. То есть, первый и главный критерий – это здатность цієї люди заслужить авторитет у детей, с которыми она сейчас будет работать. Это номер ноль. Если человек с любыми погонами, с исторями «кращий учитель», или, я не знаю, топ-менеджер великой корпорации, или властник, приходит до нас на мастер-класс, и дети – это такая история, они скажут, чувак, что ты тут, ну, я вот в Google переверил, ну, не те цифры. Или, ну, короче, не то пальто. И вот, и это так иногда цікаво дивиться, как люди, дорослые люди, звикли працювати с дорослими людьми, а потом они працюють с детьми, и бачать, как это честность, это отвертность, яка працюет в, ну, популярных таких историях. Если, ну, человек не зайшла, не сподобалась, ты отримаешь сразу этот фидбэк. И, наоборот, если ты зашел, ким бы ты ни был, но тебе нужно, вот, взять и заработать этот авторитет. А как это сделать? Как это сделать? Бути в чем-то, что релевантно для этих детей, не надо рассказывать какие-то миллионы, там, это... Знаешь все песни Монатика. Ну, ты сейчас по-бальному. В чем-то, что релевантно для этих конкретных детей, будешь крутым, сказать, чувак, подожди, а вот я тут. И продемонструвати это. И вот тут народжуется моментально, ну, типа, блин. Дима, не согласен, что послушаем дитов. Это он сейчас все скажет, что он лежит за потрясением. Друг, тебя можно слушать, ты реально несешь, ну, те, что мне интересно. И ты в чем-то, что мне интересно, крутый. Это не обязательно предмет, я правильно понимаю? Это может быть точно не предмет. Это может быть все, что завгодно. Но это сигнал свой-чужий. Это сигнал, который даёт возможность, ну, через, ну, вот, нет пророка в своем отечестве. Ну, что бы ты не сказал дитине, 14-летней, своей дитине, 15-летней, ну, за выключением, звичайно, бывают выключения. Но так или иначе, значительно простейше это дойде, если это саме будет сказано иншою человеку. Не тобою, не папой или мамой. Потому что вот в этот век, ну, не доходят и все. Не доходят, потому что, я все знаю, я все слышал, ну, стена стоять. Ну, это психологическая такая история. И вот приходит дитина до иншой людини, яка, ну, вот, шляхом, наприклад, таких дей, каких-то, будь-яких. Ну, в Инстаграме у него там, я не знаю, 100-500 тысяч подписчиков. Чи вона може ездить на скейті? Чи вона, чи вона, чи вона, чи вона, чи вона шось зробить таке, что дитина вважает крутым. Слушай, я сейчас вспоминаю своих учителей, которых там, к сожалению, некоторых уже нет живых. И я не могу припомнить, что у меня вот были какие-то ассоциации, что они в чем-то крутые были. У детей инши, просто ин, в чем-то крутые. А давай, ну, давай задай, ну, они однозначно были... Вы про разных говорите педагогов. Вот сейчас, вы просто говорите, сейчас, я так понял, что мы говорим про спикеров, людей приглашенных, которые приходят и должны о чем-то интересном рассказать. Нет. А мы все-таки, наверное, больше общались сейчас, я так показал, что о школьных преподавателях. Я говорю про выкладачи, которые, ну, працюют с детьми. У меня нет середнегоосвитної школы. У меня есть школа выходного дня. Но для того, чтобы сделать... Ну, окей, в середнюосвитню школу детей приводят, им там надо быть. А в нашу школу еще треба, ну, довести дитине, что ей треба півсуботи чи суботу витратить на то, чтобы быть с нами. Это трошки иншая задача, ну, поревняючи с тем, тут, типа, абязи, да, а тут нет. Тут хочешь, не хочешь. И от, зроби так, чтобы дети вставали, и даже если они там захворели, и чтобы они приезжали до нас. Ну, это что-то экстра, да, то есть мы говорим о чем-то экстра от основной программы. Да, звісно. Но яка разница? Суть в том, что, если ты никто, и звать тебе никак, и, ну, дитина на тебя дивится, от на выкладача, там, я не знаю, что ли, где Господь. И это ничего ему не каже, абсолютно. От ничего. От ничего это ему не каже. Окей, что ты досяг, я не знаю, в жизни, это абсолютно нормальное питание. Для чего ты мне рассказываешь все, что ты мне рассказываешь? Дима, это правда? Вот сегодня, сегодня такие требования у детей. Мы не говорим о правилах, мы говорим о взгляде. Это точка зрения. И я, к сожалению, не могу с ней вот на 100% согласиться, потому что нету крайностей, да, там, самое главное, что нужно завоевать доверие, прийти там и поставить себя как авторитет. Важно, но не главное. Есть разные стратегии. Это одна из стратегий поведения педагога. И более того, для тренингового подхода, да, вот школы выходного дня, это очень, ну, релевантно. Но для школы, где абизон, где каждый ребенок вынужден, и преподаватель должен с ними строить долговременные отношения, вот всякие такие шоу, осмотрите там, я могу тут на глобус натянуть, это все на один раз. Дима, мы говорили об учителе от Бога. Вот какое? Учитель от Бога, это прям картину можно описать. Безусловно, мы, для нас, ну, вот представьте себе, мы, в прошлом году у нас было 150 человек, сейчас у нас тысячу человек учатся уже в эти степ-скул, вот мы сделали, у нас 10 школ, плюс еще одна дистанционная. Семикратный рост, круто. И, естественно, мы должны были вырасти всемикратно с педагогами, на самом деле даже больше. И вот представьте себе вызов, который стоял перед нами, сформировать этот образ. Для меня это вообще болезненная тема, вот вы сейчас говорили, а я переживал эти три последних месяца, когда... Ты еще и педагог. Да, когда перед нами стояла такая задача, набрать в каждую школу педагогов от Бога. Благо, у нас нету финансовых ограничений, и это единственное, что позволило мне реально провести чёс по всем педагогам вот в тех регионах, где мы в 10 городах, чтобы выбрать лучших. И это, я могу долго рассказывать, но если вкратце, образ педагога от Бога складывается из нескольких частей. Первое, это энергетика. Энергетика. В нее входит вот это умение находить или формировать авторитет, но это энергетика такой, знаете, огонь в глазах. Когда ты говоришь о любимом предмете, у тебя зажигается огонь, появляется эмоциональная речь, и человека уже тяжело остановить. Он так оседлал коня. Скажем так, это есть или есть, или нету. Это или есть, Вот ты смотришь на препода, он биологию читает. Да. Грустно. Этот огонь, он носит характер такой, знаете, именно этот огонь может зажечь огонь в сердцах других детей. Мы можем сказать, что лидер? Это схоже, но нет. Окей, мы обсудим это дальше. Лидер, есть много психологических аспектов похожих, из педагогов получаются неплохие лидеры и даже руководители компаний. Но это немножечко другое. Любовь к предмету, любовь к своему делу, она горит у многих профессионалов. Знаете, вот тихие, немножко сумасшедшие даже где-то люди, например, археологи, которые дрожат над черепочками. Вот лежит такой осколочек, и он в нем видит вселенную целую. И это так прикольно, что тебе тоже интересно. И вы начинаете вдовем перекладывать, и ты уже начинаешь читать эту литературу, ты уже спрашиваешь, когда следующие раскопки, ты тоже хочешь покопаться. Вот в этом кайф, когда ты можешь заразить своим интересом. Я же люблю это, и вы не можете не полюбить, потому что же это прекрасно. Еще одна часть, очень важная. Хороший педагог всегда очень глубоко разбирается в своем предмете. Потому что он им живет. И иногда бывает... Второе выходит из первого. Выходит из первого. Если ты говоришь, то конечно же, да. Есть, знаете, такие люди, ну, громкие, они поверхностные, но они вот, они вроде любят то, что делают, но очень поверхностные. И вот это не педагоги. Они сыпятся от профессиональных вопросов. Они недостаточно глубоко. Потому что для педагога очень важно не попасть под проверку на прочность от студентов. Потому что они всегда его попробуют. Задут какой-то каверзный вопрос. А сейчас потроллят и пройти. А кто открыл Америку? Типа, ну, ждут Колумб. Не, не Колумб. Там 8 потенциальных кандидатов, кто открыл Америку, ну, как минимум за 500 лет до этого. Значит, викинг такой-то. И вот документы такие, а, блядь, а, так вот. Неважно. Один из важных, то есть профессионализм, любовь к своему предмету и, конечно же... Энергетика, ты начал. Ну, в смысле, энергетика, да. Любовь к детям. Это еще очень важно. Тоже... Вот как вы можете проверить любовь к детям? Я сейчас объясню. Это вопрос больше носит такой, ну, как сказать, я люблю своих детей, и я люблю детей. Потому что всех педагогов, в большинстве, я педагогов, которые встречал, я бы не сказал, что они супер любят. Они ненавидят детей. Да, я бы не сказал, что они супер любят. И это, кстати, не факт, что они плохие учителя. Но я сейчас объясню, что я подразумевал под любовью к детям. Да. Это больше вопрос ресурсности. От общения с детьми преподаватели либо наполняются, либо тратятся. И вот я знаю людей, которые... И это таки проверяется. Это не можно выявить даже в сведомом. Можно спросить, любите ли вы? Любишь ли ты детей? Люблю. А как сильно любишь? Сильно любишь. Требо брать и проверять. Это то, с чего начал Голя. Надо идти и непосредственно смотреть учителю в глаза, который будет учить твоего ребенка. Мы обычно на тестовые недели запускаем, смотрим, как они работают с детьми. Сначала на одной группе посмотрим, как это происходит. На самом деле очень просто. Если он выходит заряженный от детей, а дети очень энергетические такие вытягивают, то, значит, он находит ресурс. Если он выходит уставший, фу, так еле выполз, вот это значит, он быстро закончится. Это не педагог от Бога. И вот, если вы вспомните своих педагогов, они обычно всегда в ресурсе, то есть они всегда энергичны. То есть они всегда проявляют... А ресурс проявляется, энергичность проявляется в активном интересе. То есть если он взаимодействует, постоянно обменивается энергией, это чувствуется, это видно. Хороший педагог, он даже в работе со студентами, со школьниками, его видно вот так вот. Любой человек сможет отличить хорошего от плохого просто потому, как он организовывает взаимодействие. И вот найти такого человека очень непросто. Но если ты нашел, это просто... Вот именно педагоги в основном делают школу. Хорошей или плохой. На педагогов идут дети. Педагоги являются авторитетами, не потому что они заслужили, а им это дается абсолютно легко и непринужденно. Они даже ну как-то не напрягаются в этом. Они просто в своем ресурсе работают, получают удовольствие, дети это видят. А ты не можешь быть неискренним в это время, обманывать. То есть тут работает вот эта энергетика и дети ее очень хорошо чувствуют. И все. И если ты набрал таких педагогов, если ты построил школу, где в центре находятся эти педагоги, с таким отношением, с таким майнсетом, все будет хорошо. Супер. Я бы хотел сделать несколько все-таки ремарок, потому что Дима так сказал, вот в моем бизнесе он разумеется на том, что в него отбывается. И среднеосвитная школа зараз, там, в 2-й рік. Про академию, высшие учебные студии, это касается всего образования. Я разумею. Было сказано, что в тренинговом формате и так далее в нашей школе. Ты обиделся? Я обиделся, потому что это типа ну что там у нас? У нас тоже есть школа выходного дня. Можно я так говорю? Уже разумею хотя бы. Так вот, сделать так, чтобы дитина, еще раз напоминаю, захотела ходить по суботам не обезлий понедельник, вторник, среда, четверг, пятница, а захотела ходить каждую суботу на 10 ранку, например, на протяжении всего года 30 субот. И не просто ходить сидеть и слушать что-то, а делать, ну, тобто, у нас вкладание полностью проектно ориентированное. И как раз история про то, что, ну, ты так просто сказав, может, ты мав на увазе иначе, но смотрители могут не понимать это. И я бы хотел просто сделать ремарку, что эта история не про публичный спич, что загореть и уйти. Это я так умею, но я не выкладатель, и так себя не позиционирую. Меня вопрос, а почему вы не выкладаете, Микола? Я говорю, а я не умею выкладать. Ну, я, потому что... А как ты понимаешь, что ты не умеешь выкладать? Потому что до этого нужно прийти. Нужно прийти с точки зрения и материала, и с точки зрения часа, который нужно на это... Ну, и энергии, которую нужно в это вкладывать. Это велика ответственность. Это не раз выйти перед аудиторией и рассказать что-то. И зажечь. Это час от часа структурно, алгоритмично довести дитину, группу дитей, группу взагалі до того результату, которого плануется довести. Не зважаючи на те, с какой ногой встала дитина зранку, сколько их сегодня прошло, 12 или 10, как они сегодня хотят работать или нет, и так далее, и так далее, и так далее. Вот в цьому заключается важливость, в том числе авторитету, про который я сказал. Потому что, если ты не показал, что ты действительно понимаешь что-то про их свит, если ты не показал, что ты действительно в чомсь крутий, не только в том, что им не цікаво, может быть поки, но и в том, что им цікаво. Как ты сможешь их зацикавить тим, что их пока не цікавить? Біология, то фізика, химия, математика, чи публічні виступи, project management, финансы, маркетинг. Как ты это сделаешь? Я считаю, что те, про что ты сказал, три пункта и огонь в очах, и глибокое профессиональное понимание предметов. Тут в гадалке это по дефолту. Любовь до детей это, до речи, я тебе благодарен за этот пасаж про энергообмюн. Мы так же на это дивимся, и это очень важно. Если всему классный выкладатель умеет работать с взрослыми, достигает классных результатов, а виходит после детей такой вообще нияк. И ты понимаешь, что это не будет комфортно. В первую очередь, для тебя самого. А для нас должен быть мяч для всех. В первую очередь, для детей, для выкладчиков и для школы. Если это сбегается, то окей. Но если нет номер 0, про который я сказал, что для меня это очень важная история, это не случилось, половина детей втрачено. Важливо. Подведу черту. Огонь в глазах, вовлечение, искра, знания. И мы берем в текущую ситуацию COVID- удаленное образование. Как передать энергию через экран? Или есть предметы, которые не поддаются обучению в онлайн? У нас так вийшла ситуация, что основные программы, которые мы предлагаем нашим учням от 6 до 17 лет, они речные. Они начнутся в вересне и закинчиваются в травне. Потому что мы за системный подход, за системное понимание процесса, за глубину, которую можно отрировать только в системе. В том году мы попробовали первый раз запустить онлайн программу. Не было еще COVID-19, никто не знал. И мы решили просто проэкспериментовать, как это будет працювать. Багато детей, батьков, наших знайомых говорят, когда вы доберетеся до Франківска, Ревна, или Харкова, и мы говорим, что пока не дисталися, но вот мы начали онлайн программу. Онлайн программу начали в формате перепробований много разных платформ. Честно говоря, пока и тогда и сейчас на Zoom с точки зрения передачи информации. Я маю на увазі картинки, потому что это была стабильная история. И нам вдалося за слава богу, так же так вийшло, до середины березня, когда включился локдаун, отработать час, кількість занять, инструментарий викладачів, как лучше сделать так, чтобы не втратить увагу ризного века. Ну и нам же вийшло необходимо перевести весь наш речный набор ученев от 6, ну и 6, 7, там 8 роков, это очень сложная история в онлайн. Это действительно очень сложная история в онлайн, но все равно это возможно. Все зависит, конечно, их подготовленности до возможности працювати для детей 6-7 лет, у нас таких викладачів 3 на всю школу, они могут працювать с этим веком. То есть обучение онлайн это еще отдельная история? Нет, я маю на увазе для веку 6-7. У нас три викладача, которые постоянно працювали с онлайном с вересня, и они стали по суті бенчмарком образом, и они передали знания и научили в очень швидкий формат всех викладачей, с кем мы працювали, кто-то лучше працював с онлайном, кто-то гирше, но нам удалось очень быстро перейти полностью для всех групп, и рік мы завершили без жодных втрат, никто не пошел с нашей программой. Никто не пошел, это да. У вас школа называется предпринимательство и лидерство. Получилось ли тебе достичь качества образования в онлайн? Я честно скажу, я бы хотел, чтобы это осталось офлайн. Потому что те некоторые вещи, пока благодаря технологиям, которые мы имеем, все имеют, они пока что не дают возможность завершить какие-то процессы классно. Банально для нашего процесса нужно ... Кожен модуль завершивается каким-то конкретным реперным точком, каким-то KPI по типу ярмарки. Благодейный рязвяный ярмарок. Его неможливо провести онлайн. Неможливо. И ті эмоции, ту энергию и ті результати, до которых готуются діти, как бы они до них не готувалися, но их неможливо отримать онлайн. Такие обмежения очень сильно впливают на процесс. Но я могу констатовать, что на 70-75% объективно нам удалось перевести тренерские инструментарии, выкладательские инструментарии, передача навыков и працювания в онлайн. Мы, конечно, працюемо над этим и дальше, потому что незрозумимо стартуем офлайн. Будет группа онлайн, но стартуем офлайн. Но как будет развитие подений, я думаю, будет новое, поэтому готуемся до любого варианта. Дим, качество онлайн образования? Есть разница? Есть два типа образования. Для одного онлайн более-менее подходит, для одного не подходит совсем. Во время коронавируса, карантина, я решил позаниматься скрипкой. Мечтал всегда научиться играть на скрипке. Никогда не пробовал. И я себе даже не представляю, что бы было, если ко мне не ходил бы преподаватель домой. Как бы мы учились играть с ней на скрипке. дистанционно. То есть есть вещи, которые невозможно себе представить. Жонглировать, например, или играть на скрипке. Есть прикладные знания, которые невозможно передать, если абстрагнироваться вообще от самого процесса. Безусловно, это отличный онлайн, отличный дополнительный инструмент. Я, хотя всегда был против онлайн образования, говорил, что нельзя его ставить в один ряд, надо отдать должное, что я немножко пересмотрел результаты. Когда наступил карантин, а он наступил приблизительно в две недели, разницы по всем нашим 20 странам, у нас было 57 тысяч студентов офлайн, которые в этот момент занимались. И 57 тысяч студентов мы за две недели вынуждены были перевести на дистанционное обучение. Я стрессовал страшно, потому что все-таки я понимаю, какие недостатки есть у дистанционного образования. Но все оказалось не так страшно, как я представлял, и по опросу наших педагогов результат достаточно неплохой. Мы вообще практически, если потеряли, мы там может быть 5 процентов людей, и то они вернулись, когда все закончилось, и мы вернули офлайн занятия. Опыт, который мы приобрели, это невероятный опыт стрессовой коммуникации, большое количество людей, технологически мы, слава богу, были готовы, но все равно было очень сложно. Мы реализовали в дистанционной школе. Ты видел, кстати говоря, какую я сделал школу? Нет. Не видел? Дистанционной? Да. То есть, это революция в дистанционном образовании. Вот посмотри, Unicorn School, Unicorn IT-Step. Я видел IT-Step Unicorn, да, но в самом внутрь не заходил. Вот зайди, посмотри, это реально, это в принципе вот то, что дало мне возможность по-другому посмотреть на образование, и я понял, как можно сделать обалденно классным школьное образование дистанционно. И вот в геймифицированном формате, в максимально персонализированном подходе, по сути, дети играют в игру, где образование и есть твоя игра. Ты зарабатываешь кристалом, и нет, ты строишь персонажей, у тебя там карты, которые ты завоевываешь, города, становишься хмерами, выбиваешь соперников, у тебя есть кланы, и это все вокруг знаний, которые ты получаешь. У тебя есть карты математики, физики, биологии, и они избыточны в пятикратном порядке. То есть для того, чтобы пройти предмет, тебе достаточно пройти от 20 до 30 процентов карты. А суть получения знаний это умение, которое ты должен приобрести. К примеру, если ты проходишь шестой класс математики, это дроби. Десятичные, преобразование обычных в десятичные, сложение, вычитание, деление, умножение, наибольший общий делитель, кратные и так далее. Это все навыки, которые ты должен навыки, это артефакты, которые разбросаны по карте. Выполняешь, получил материал, выполнил большое задание, заработал артефакт, забрал монеты, кристаллы. У тебя есть город, в котором есть куча заданий, куча материала. Ты проходишь задание, по сути, завоевываешь город, забираешь все артефакты, золото, кристаллы, которые там есть и идешь дальше. Если не завоевывал город, значит дальше пройти не можешь и ищешь обходной маршрут. Эта карта, она огромная, и по сути является в пять раз больше по масштабу, по материалу, чем нужно для того, чтобы освоить эту программу. И по каждому предмету так. И сейчас вот мы запустили эту школу, результаты просто фантастические. Я смотрю по таймингу. Обычно там средний ребенок в дистанционной школе учится 2-3 часа. Ну вот это как бы вообще принятая статистика. И это все равно круто 2-3 часа. А у нас 6-7. То есть они просто залипают. Они залипают, им интересно. Потому что там реально они привыкли к этой механике к игровой. Они знают, что такое фармить, они знают, что такое планировать развитие своего персонажа. Там есть магазин, где ты можешь вооружать своего персонажа. Всякие шлемы, эти самые мечи, менять его и так далее. То есть прокачивать. Для них это все знакомо. Но для того, чтобы прокачать персонажа, ты должен завоевать, получить монеты. Чтобы получить монеты, ты должен выполнить учебное достижение. Усвоить материал и выполнить испытание. А испытание, это можно быть 20 примеров по сканаве, к примеру, решил. Все, завоевал. По сканаве в шестом классе. Не, ну я... Есть ли знания, навыки, которым нельзя обучить онлайн? Масса. Прикладные навыки невозможно. То есть быть лидером массажистом. Массажистом? Я просто привожу такие реальные... То есть музыкальное образование не может быть онлайн. Любое образование, связанное с коммуникацией прямой, да? Ну есть магия педагогики. То есть она... Есть, вы же знаете, мы же с вами могли дистанционно провести эту встречу? Ну могли бы. Ну да, наверное. И по зуму. Насколько оно менее энергетично? Вы же тоже проводили это во время карантина, участвовали в всяких разных тусовках, движениях. Не очень. Но не то. Вот оно. Почувствовать можно именно так, сравнивая. Есть вещи, которые невозможно передать. Любить через экран тяжело. Поэтому мы стремимся к личному общению. Не только в семейной жизни, да? Вообще в жизни. Друзей приятно обнять. Не будет вот этой всей истории? Все будет онлайн. Слишком переглядно. Для бедных. Онлайн для бедных. Ну вот, Дима... Ну ты так взял, так же, так я... Подвел так. Я бы сказал нафпаки. Офлайн может стать просто лакшери. Просто оффлайн можно стать лакшери. Молодец. Лакшери. Коль, у тебя школа называется предпринимательство и лидерство. Да. Подростковое, детское предпринимательство и лидерство. Это про что? Чему вы учите? Цены про... Ге-гей-гей. Мой сын лидер. Цены про... Когда он начнет... Я вот вам заплачу, когда... Когда это бьется. Это совсем не про это. Когда это бьется. Я вам серьезно скажу, мы разные люди, иногда приходят. Я знаю, что у всех есть разные опыты. Мне после MBA задают вопрос, ну как отбилось? Я говорю... Блин, я не знаю, как тебе ответить на этот вопрос, что значит отбилось? Ну я не считал. Во-первых, мне это не интересно. Дивись, что мы... На какие три питания мы хотели бы допомогти каждой дитине, что до нас приходит, знайти відповідь. Первое. Кругом нас много возможностей. Они есть всегда, каждый день. Просто много людей их не видят. Так вот, как сделать так, чтобы ты их начал видеть? Вот у, вот у, еще вот у, еще вот у. Есть технологии, есть навыки, которые можно в себе развивать. Можно расширить свой мансет до того, чтобы ты начал автоматически бачить эти возможности. Питание номер два. А какие возможности бы ты хотел реализовать из тех, которые ты бачишь? Потому что классно, когда ты бачишь только одну. Ну и вопросов нет. А когда ты бачишь много, как обрати из этих возможностей то, как обрати? Ну и третье. Если ты уже обрал и хочешь что-то сделать в этом направлении, то как ты это будешь реализовывать? Тобто, каким чином? Что самое и каким чином? Это очень коротко. Но, что мы пытаемся поднять, обговорить и помогать ответить, ну и прокачать, конечно, потому что это не просто какая-то философия или сразу эти дети сидят и пишут маркетинг. Это. Нет. Это постепенно проектная деятельность, до которой мы мотивируем детей. До речи, для этого и нужна в том числе синергия между выкладочем, который должен довести эту группу до результатов. Как бы там ни было. Ну, то, чтобы сделать так, чтобы дети в кинции от тої дистанции то треку вышли с тим чи иншим своим проектом. И будет это про гроши или не будет. Это уже второе вопрос. Воно важливое, но второе. Потому что первое это понимание того, как я это, что я делал, в какой последовательности, чтобы этот алгоритм хотя бы один, а краще два, три рази пройти в таком игровом варианте. Кажучи про те, какие могут быть результаты у детей. Вертаюшись до той темы, классное было запитание и наша дискуссия что до того, что можно давать какие-то... Здрасте, вот вы берете обезли на себе, что моя дитина выйдет от така, 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 така. З одного боку, классно было бы, если так можно было делать, но надо понимать, что психологично дети приходят в одну группу 10 детей, близкие по веку, но они из разных родин, в разных местах, возможно, были народжені, в разных социальных условиях живут, плюс-минус, но в разных. И это все даёт им, абсолютно, с разными людьми спілкувалися до цього, это даёт им ризный бэкграунд, про то, что на разі зараз у когось, мало того, что Боженька их подарил одним талантом чи іншим, и у когось зараз такий, умовно говоря, gap на прокачку про цифры, про финансы, от ты подходишь в модуль, который связан с финансами, и ты прям чувствуешь, как эта дитина в тебе начинает типа, давай еще, потому что что-то вот заходит. И, ну, это нужно почувствовать, и, ну, как это, перед этим побачить это иногда не может. А інша дитина не могла встать перед детьми и, ну, представиться, сделать какой-то минимальный спич, а после модуля публичных выступов она притомна, классна, и даже ей подобается это, это видно. Виступает на сцене перед 150 людьми в зале. Иногда спрогнозировать, какая динамика будет в конкретной дитине за эту программу, одна и та же программа, одни и те же викладатели для одной и той же группы, но результаты в каждой дитини даже могут быть різными. Это наш подход к вебудове співпрасти с детьми. дети будут давать в ответ на тести, что будут сопровождать ці курсы, чи цю геймифікацію, яка однозначно рулят. Я повністю підтримую, дитям зрозуміли контент і діти дають фідбек в свой спосіб. Але все одно ця історія не буде мати такої глибинної, персонифікованої, индивідуальної дії і співпраці з викладачем, як це може дати офлайн, на жаль, поки що. Тобто може це зміниться. Дим, раз у нас вже, не раз, а у нас передача про ІТ і предпринимателство, там же рядом і лідерство, є ли в вашій программе предметы, які направлені на прокачку предпринимателства, лідерства, можна ли це прокачати? Тут треба смотреть, к якому із наших подразделений вопрос. У нас є высші учебні заведення, де є і направлення ІТ-маркетінг, так що там точно про бізнес. Слушай, давай сделаем отобратно. Ти считаєш ли ти, вериш ли ти в те, що лідерство, такий навык, можна прокачати, коли тебе вже 24? Ти приводил такой пример возраста 24. Можно ли прокачати навык лідерства? Я считаю, що можна прокачати любой навык в любому возрасте. Ми не заскрузлимся через 20 лет от рождения і ми открыты. Достаточно я знаю людей, які 70 років починають языки учить. Тоже вопрос, зачем це? Просто їм нравится, і вони общаються на каких-то древних і даже вимірших языках. Це к вопросу о гибкості нашого мозга і когнітивних способностях. Можна прокачати все, що угодно. Бо б желання часто податкнеться. Вопрос, зачем? Вопрос, зачем? Якщо я решил музыкою увлечься, скрипка і саксофонам? Ну, мені нравится. Я не знаю, почему. Я хочу новых навыков. Я кайфую от получения новых знаний. Плюс, як педагог, займаюся самоизучением, як це воспринимається мною, я изучаю себя сквозь обучення. Міне це нравится, це моє персональне розвитие. Но, если мы говорим о, можно ли лідерство заложить в человека когда-то там в другом возрасте, можно, ради бога, это же технология. Давай перефразируем, нужно ли прививать лідерство, предпринимательство нашим детям? Есть персональные цели. Давайте, опять же, от цели отталкиваться. Можно? Можно. Нужно ли? Вопрос. Лідерство может помешать? Лідерство, безусловно. Ну, есть люди, которые просто интроверты. Вот у него, ему не хочется общаться, ему вообще хорошо самому с собой. Ему это лідерство не нужно. Например, или ученый какой-нибудь, который работает с, не знаю, изучает плазму на катамаках, ну, ему вообще это общение с людьми вызывает отторжение. Айтишники, есть мнение даже, что... Про меня. Айтишники, интроверты, очень много айтишников интровертивные, и они не получают ресурсов в общении с людьми. Их не драйвит это, так ему и не хочется это. Зачем его заставлять, да? Он должен быть счастлив. Если он нашел свое состояние, ресурс, он получает энергию, он доволен тем, что имеет, зачем, ну, как бы что-то менять. С другой стороны, если есть потенциал, ты хочешь развивать свой бизнес, тебе нужно вести за собой людей, или ты хочешь изменить мир, или изменить город, да, у тебя есть такая внутренняя потребность, тебе нужно лидерство, тебе нужно убедить в чем-то других, спозиционировать свою мысль, правильно ее сформулировать. Эй, пошли за мной, просто так не пойдут. Ты должен иметь качества, которые сделают тебя лидером. Да, безусловно, нужно идти учиться, и, ну, я просто не могу понять, к чему вопрос, да, можно научиться всему играть на скрипке, быть лидером, не знаю, танцевать, польку бабочку. Зафиксировали, когда я... Есть другая думка. Да? Есть другая думка. Извините, опоную тебе, дивись, одна вещь, например, научиться публичным выступом, там, ну, есть технология, есть алгоритм, есть понимание того, для чего тебе этот публичный выступ, что ты хочешь донести, месседж, медиа, какаясь поддержка, мова тела, жестов и так далее, и так далее. И худо-бедно, навіть, если ты, ну, не маешь такого таланту, ты там десь прокачаешь свои навыки. Лидерство, это трошки другая история, ну, как для меня. Это субъективно. Так что, да, мы же обмениваемся думками. Дивися, ты можешь сколько угодно мати, ну, прокачивать свою навыку публичных выступов и говорить, эй, за мной. Но это такий комплекс, элементов в тебе, який, чи він в тебе є, чи він, його в тебе нема. Вот про это я и спрашивал. Я вважаю, що це дійсно так. Допомогти людині, яка має внутрішню, там, елемент відповідальності за свої рішення, здатності її нести, здатності, ну, бути тащором, як кажуть наші діти, тащить за собою от ці-всі історії. Цілі, які ти, взагалі, ну, які в тебе стоять. Тому що одна історія, ну, одна мета, просто растолкати всіх руками і сказати, я такий вот первый лідер. А інша історія, це, якщо щось ламається, щось падає, сказати, пакуха, пацани, я нікуди не дівся, я, ну, є, і ми все вирішимо, і все буде класно, і продовжувати тянути цю-всю історію. Друзі мои, лідерами не рождаються, лідерами становяться, це ізвісний факт. Ні правда. Не вірю в це, не вірю в це, тому що є люди, які так чи інакше навчаються, молодці, супер, тянуться, тянуться, але в кінці-кінців виходить людина, яка, ну, ти бачиш, що вона не сильно їй навчалася, але вона здатна так органічно повести за собою людей і бути з цим. Ну, їй вірять, а тобі не вірять. Настоящих буйних мало, а от іде Туважаков. І щоб ти не вчився, щоб ти не намагався, ну, ці технології працюють, я знаю, але це не справжній лідер. Це, знаєте, як людина, яка, ну, грає роль лідера, але вона не лідер. Дім, от ти сказав, становяться. Такі фактори можуть згадатися, що ти вдруг став лідером? Є фактори, або воно проявилося в тебе? Є фактори, є фактори, є фактори, давайте посмотрим на Білорусію. Тихановська, лідер? Ну, Якщо на нього посмотреть? Ні. Ну, по факту, да. Вокруг нього об'єдиняються сили. Це, вынужденный факт лидерства. Готовность взять на себя ответственность и повести. В этом лидерство... Она взяла на себя ответственность? Это... Конечно. В этом... Ян Зводный. Ну, это вопрос политики, мы не будем обсуждать. Да, да, да. Например, хороший. Вопрос лидерства это не обязательно качество, с которым ты рождаешься. Мы, безусловно, рождаемся с теми или иными качествами, которые этому способствуют или нет. Но лидеры это не люди, которые обладают некими там качествами. И ты либо достойный, либо шлак. И тебя надо, значит, там отбросить. Ты не лидер, все, иди отсюда. Лидеры в плохом понимании, для меня слово. Они это люди, которые очень сильно стремятся наверх. Можно ли научиться качествам, необходимым для лидерства? Ну, есть национальные лидеры, да, есть лидеры условно говоря, двора. У них всех есть некоторые качества, которые способствуют этой позиции. Одно из главных качеств, готовность взять на себя ответственность за других и показать своим примером. Вот так я научу. То есть я как педагог могу этому научить. Ты можешь научить брать ответственность. Здрасте. Какой предмет? Какой предмет? Как с вами, как родители, это мы учим своих детей с пеленок. Наверное, я не знаю, как вы, я учу брать на себя ответственность за свою поступку. Да. Про это? И это тоже, да. Ты должен отвечать за свои поступки. Сегодня буквально имел разговор со своим средним сыном именно об этом. Как мы учим? Так и учим. Разговариваем, приводим примеры, подаем примеры. За свои, за свои поступки, зрозумело. За других людей. Это следующий шаг. Слушай, ну... Сначала ты берешь ответственность на себя. Потом, как бизнесмен, ты берешь ответственность за других. Кто нас этому учил? Жизнь нас этому учила, опыт. Друзья, в связи с этим у меня следующий вопрос. Вот мы говорим про школу сегодня. Я закончил советскую школу. Коль, тоже советскую. Тим, тоже советскую школу. Вы можете назвать какие-то факторы, случаи в жизни, которые повлияли на вас, как на предпринимателя? Конечно. Школа, родители, окружение, я не знаю, молния, еще что-то. Я хочу найти формулу. Ну, понимаешь, вы сейчас будете смеяться, скажете, что это невозможно. Вообще, что привело вас к предпринимательству и какие навыки и знания помогают вам сегодня быть достаточно успешным предпринимателем? Вот я всем рассказываю, что только благодаря нашей системе образования я стал бизнесменом и успешным предпринимателем. Прошлой системе. Только благодаря прошлой системе. Потому что она не изменилась и она дает мне возможность работать, успешно зарабатывать деньги, просто делая свою работу хорошо. И на контрасте ко мне идут люди. Получается хорошо. Получается хорошо. Я же еще раз подчеркну, не пришло бы ко мне сейчас тысячу человек учиться в школу, хотя это бизнес, ну вот ему второй год пошел. То есть он новый, свежий, с полужару, но уже тысячу человек платит мне немаленькие деньги за то, что он может получать в государственной школе бесплатно. Спасибо им большое. Ты говоришь за возможность, которую тебе предоставила среда, в которой мы обитаем. Да. А что тебя сделало предпринимателем? Вот что сделало тебя лидером? Что сделало тебя ответственным? Что помогает тебе сегодня быть высокого уровня предпринимателя? Очень сложно вычленить. Это же пазл такой огромный. Образование это... Мы же пытаемся вычленить. Мы же говорим, что вот тут есть MBA для 4Kids, да, это вполне поднятные предметы, которые направлены на развитие. В институте меня очень хорошо прокачало умение решать, договариваться с педагогами. Мне надо было работать, а я должен был учиться. Со второго курса я пошел работать. Мне нужно было пропетлять, чтобы меня не выгнали из института. И вот умение договариваться, этот soft skills, с навык negation. Меня очень сильно прокачало. Да, бесплатно. Я даже нескольким преподавателям делал предложение устроиться ко мне на работу. В принципе, пока они рассматривали, они ставили мне хорошие оценки в зачетку. Но если серьезно, математика, я еще раз подчеркну, математика меня сильно прокачала интеллектуально. И, скажем, та подготовка к экзамену, когда нужно было за 4 дня подготовиться по чужим конспектам и сдать, например, линейную алгебру или аналитическую геометрию или интегральное исчисление за 4 дня, это реально супер-мега нагрузка. И вот благодаря ей, я уверен, что что-то у меня там поменялось. И, в принципе, я достаточно быстро и оперативно ориентируюсь. Я вижу, это некоторое преимущество интеллектуальное в скорости, не в качестве мышления. Я не самый умный человек, но просто я могу быстро решать комплексные сложные задачи. Я думаю, что это как раз то, что дало мне университетское образование. К сожалению, хотя я 6 лет в магистратуре, еще 3 года в аспирантуре, потом у меня кандидатская, физико-математическая, докторская. То есть у меня очень большой академический бэкграунд. К большому моему сожалению, я считаю, что это очень неэффективно, потраченное время. И так уж сложилось, и я как бы получил то, что имею. Но если бы была моя воля выстроить это по-другому, я знаю, как это было бы по-другому. Принимается. Кажут, что для опановления каких-то функциональных направлений или скеллеров до уровня профи нужно 2 способов. 10 тысяч часов. 10 тысяч в час. Чи есть другой способ. Потребить в суперскладные обставины, связанные с решением задачи, яка есть в этом функциональном секторе, и решить ее успешно. Для того, в каком-то сильно стрессовом состоянии. Это про спасение утопающего, да? Да. У меня была такая история, я вот с вами разговариваю, давно уже, ну там, роблю какие-то публичные спичи, и, в общем, комунікую с людьми. Десь до 15-ти, до 16-ти, я мав такую проблему. Я очень сильно заикался. Заикался так, что капец. Ну, я не мог слова сказать на там несколько букв. И, на самом деле, эта штука могла меня очень завадить в жизни, и сильно заважала, потому что это реально психологично даёт такий, ну, просто, ты все таки, а ты такой. И ты не можешь слова сказать. Но, с другой стороны, когда ты начинал понимать, как, может, с этим можно быть, как с этим не бороться, а как с этим жить, то через какой-то час виявилось, что эта история вообще пошла. Я научился сначала с этим жить, а потом я научился делать так, чтобы это было вообще непомидно, и пошло из моего жизни. Это, с другой стороны, это, что очень сильно меня не рухало вперед, потому что, Боженька, мне кажется, единственный нам заповедал в этом жизни развивайтесь, это единственный сенс этого жизни, в принципе. Иншого я не могу себе найти. Так вот, с точки зрения предприятия и лидерства, так сталося, что всегда хотели в организации, в которых я потраплял, в университетах, в институтах и так далее, в бизнесе уже, когда я начинал что-то делать, працювать, хотели честно, хотели найти человека, за кем можно было идти, за кем бы хотелось идти. Наставник, да, такой? Лидера. Такую людину, на которую можно было посмотреть и сказать, вот это огонь, вот эта людина просто, ну, просто, это мой герой, мой образ, я не знаю. Ты не нашел пока, да? А на каком-то этапе мне здавалось, что да, а потом виявлялось, что нет. Это не он. что я хочу, в том способе, в котором я хочу это делать, за гроши, ну, и за это житель, за это заработать. Тобто, робити просто притомні речі, допомагати дітям ставать тим, ким вони можуть стать, и мати это как бизнес. И, ну, в кинсти-кінців пазли склалися. Да, звісно, что я не с первого дня занимался дитячей освитою, потому что я там 16-й рік в бизнес-освяте, в принципе. И спочатку мы занимались дорослым бизнес-навчанием, там, и короткострокови, тренинги, семинари. Колись був МІМ, якому я дуже вдячний, де я робил великі програми комплексні для великих підприємств. Сам вчився в МІМі. Ну, короче, це був шлях якийсь, який на якомусь етапі довів мене до того, що, ну, ще свої діти, там, на той момент, троє, я подумав, треба щось для них робити, бо я не бачу, куди віддати дітей, щоб отримати от такого левелу, який я знаю, який можливий, де б вони могли цьому навчитись пройти якийсь шлях скорший. І, от, зараз скажу, Дімя, ми іноді просто рефреном, якщо б я повернувся зараз, в свої 15, 14, 13, і, ну, по-перше, може мав такі можливості, які зараз дає ринок, в принципі. Якщо б мав просто те розуміння, яке маю зараз, ну, звісно, я б будував свої дії, свій агоритм, свій шлях, наче іншим чином. Слушайте, про можливості ринку, в нас же передача, в тому числі, про бізнес і про предпринимательство. Можете сказати, наскільки великой, тобто, ви успішні предпринимателі, школа-шак, скільки філялів? 20 країн, 95 філялів. 20 країн, 95 філялів. 1000 преподавателів. 2950. Бейфа-кідс, да, почти 3000. Бейфа-кідс, теж 4 країни. 4 країни. Це хороші гроші? Порівнюючи з чим, треба розуміти бенчмарк? Звісно, завжди хочеться більше. Ти можеш сказати, що я успішний состоятельний підприємець? Ти можеш себе таким назвати? Я успішний підприємець, і на ті побутові речі, які мені потрібні, мені однозначно вистачає, але завжди хочеться більше. Ну, історія про те, що ти ж странно услышать підприємця, які скажуть недостаточно. Ти ж постійно ще є, яка історія? Якщо винять і положить, окей. Ну, я думаю, Дмитра, він сам за себе скаже, але я думаю, така сама історія, тому що в наших бізнесах не можна по-іншому. Ми постійно реінвестуємо в майбутнє. Тому що, якщо ти зараз зупинишся в реінвесті, ти, ну, якесь, ну, як, пажнюш якийсь тактичний результат, але, ну, більше, ніж зазвичай, але завтра, післязавтра ти вже залишишся зобутною. Я не про те, щоб посчитати ваші деньги, я про те, що нас смотрят молоді хлопці, які, в тому числі, хочуть себе реалізувати. Я вам хочу сказати, що образування – це добре, це правильна вещь. Там є багато соціальних... Очень довго. Да, там є дуже багато соціальних составляющих. Якщо ви хочете грошей, друзі мої... Це не той бізнес, що можна було прийти і сказати, да ви шо... Ну, слушай, ну, дуже довго, але ти поки ж не бросив. 21-й год. Ну, 21-й год. Ти можеш назвати себе состоятельним, успішним предпринимателем? Я считаю себе состоятельним, успішним, але не предпринимателем. Я бизнесмен. Бизнесмен. В чому разниця между предпринимателем і бизнесменом? Предпринимателем – это который использует своё время, свой ресурс внутри компании. То есть он двигатель, он внутри. Бизнесмен – это тот, который управляет бизнесом, но не является его частью. Он снаружи. Предприниматель перестанет крутить педали – бизнес остановится. Бизнесмен перестанет внимательно смотреть – бизнес продолжит существовать. И для меня было очень важно в своё время перейти от предпринимательства к бизнесу. И я очень счастлив, что когда-то, где-то лет 12 назад, я поставил себе такую цель. Я не хотел быть предпринимателем. Мне надоело крутить педали внутри моего бизнеса. Я решил, что так как я программист изначально, я научу системы управлять своим бизнесом. И вот тогда я начал проектировать системы. Сейчас их около 20. Которые, по сути, заменили меня в процессе. И если когда-то мы открывали по 3-4-5 филиалов в год, и это было очень тяжело, то только за последний год я открыл 30 филиалов. И надо сказать, что время, которое я трачу на эти процессы, вообще в 10 раз меньше. То есть я не отключаю телефон, мы посидим, он позвонил всего лишь один раз, и то это из Камбоджи. Но мне тоже один раз позвонили. Вот. То есть мы рассматриваем свое время как невосполнимый ресурс и со временем начинаем его очень сильно ценить. И для меня очень важно, чтобы бизнес работал без меня. И вот мое самое большое достижение как бизнесмена, которой я горжусь и всегда хвастаюсь, это то, что приняли решение открыть филиал, нашли локацию, открыли филиал, обучили людей, запустили бизнес, набрали людей, начали учить, вышли на сначала самоокупаемость, потом на прибыльность, выплатили дивиденды, и я не потратил на этот процесс, о котором я рассказал, ни секунды своего времени. Только, может быть, мне бухгалтер подсунуло на подпись документы, вот когда я подписывал там решение. Вот это мое самое глубочайшее, и таких филиалов уже много, глубочайшая моя гордость, что бизнес стал сам развивать и масштабировать свой, мой бизнес. Вот это, наверное, если мы говорим о предпринимательстве и о механиках, я считаю, что системы должны управлять бизнесом, а люди их обслуживать, а не наоборот. Супер, принимается. В завершении нашего диалога, нашего разбора рыбы по косточкам задам еще один последний вопрос, связанный с предпринимательством. Вы оставите наследство своим детям? Я, да, но какие-то небольшие, условия на обстоятельства, которые есть. Взагалі, сейчас мои дети знают, старшая моя дитина, хлопец, ему сейчас 13, у него есть понимание, что в 18 лет, если у него не сложится понимая картина, куда он собирается рухаться, и в чем я ему могу помогать, то есть инвестировать в навчание, например, где-то за кордоном, в той обрани ним шлях, и не просто на словах, он должен подтвердить это какими-то диями, результатами уже промежными, то он иду соби в вольную кассу, что хочет, то и делать. То есть я был достаточно серьезный критый До 18 лет все абсолютно, что нужно, но после 18 очень выбиранно, если ты рухаешься, ты показываешь не только мне свиту, что ты чего-то исправнишь, понимаешь, что ты хочешь и от чему, то, конечно, родина тебе поможет полностью, но если ты этого не знаешь и не знаешь, я же вижу, что происходит, потому что ты просто сидел и курил, ну, извините, чувак, там еще трое на подходе, которые будут, ну, треба бороться, есть конкуренция. Ресурс ограничен. Ну, на всех вистачить в кінці кінців, але він повинен розуміти, что есть межа этого всего. В очень позитивном сенсе этого слова. Что бы ты не хотел, французская, будь ласка, это классно, ты собираешься ехать в французскую школу анімацій, вона найкраще там в свете є. Супер, давай, значит, тебе потребна французька, покажи, анімація, покажи результаты своєї роботи, какие технологии ты уже опонувал, какие мульти ты сделал, как ты до этого подходишь и чем я могу тебе быть полезным. Будь-якие курсы, будь-якое, ну, будь-что наразе. Повертаючись щодо спадку, ну, звісно, хотілося б якийсь там мінімальний, прожитковий мінімум з точки зору не постійного, а якогось, ну, я не знаю, ну, може, житла, щось таке, залишить, а може і ні. Подивимось. Подивимось, тому що я б хотів, щоб результати в житті моих дітей були їхніми результатами. І щоб вони могли сказати, що це я зробив. Ну, а я там десь допоміг на якомусь початковому етапі якісною їжею, якісним спілкуванням, якісною освітою, напевно, що вперше. Розкриттям потенціалу. Ну, так, про це йдеться. Тобто, чим я ще можу допомогти, окрім цього? Я не бачу інших можливостей. Навіть, якщо я буду хотіти, я, певно, що зроблю погане для нього. Якщо я буду намагатися впливати, чи намагатися, там, десь через якісь ресурсні, в тому числі, речі, просувати його до того, що я не знаю, що він насправді хоче. Він повинен сам обрати своє життя і нести за нього в кінці кінців відповідальність. Дім? Коли-то ко мене, в 14 років, коли було старшим, він підійшов, говорить, «Слушай, папа, я що-то не розумію...» Та сім працює з тобою, извині, я перебуваю, да? Да, працює в Академії шахів. Да, в Академії. Підходить ко мене і говорить, «Я не вижу смысла учиться, у меня жизнь-то уже сложилась». Я говорю, «Чё ты так решил?» Он говорит, «Ты же мене оставиш на следство шаг?» Я ж когда подрасту буду уже владеться. Я тут посчитал. Я говорю, «А чё ты так решил?» Он говорит, «Слушай, ну вот у одноклассника, там папа строительная компания, он сказал, что он ему оставит. Там вот тут сеть магазинов, он уже там ходит где-то там присматривает, потому что он будет ей управлять. Он говорит, «Ты же мене тоже оставиш?» Я говорю, «Во-первых, ты учишься не для того, чтобы управлять, поэтому запомни, Академія никогда твоя не будет просто потому, что ты мой сын». Я точно не оставлю своим детям своё наследство. Я хочу растратить по своей жизни, потому что если я оставлю своё наследство, это их обанкротит. Я максимум, что тебе дам, это жильё до 16 лет и любое образование, которое ты выберешь, любую, за любую стоимость. До 16 лет? До 16 лет. А почему не до 18? Я считаю, что в 16 лет он уже должен выбрать себе учебное зрение и уехать туда учиться. Окей. То есть ты можешь жить и рассчитывать на ресурсы семьи до 16 лет, ты потом заканчиваешь школу, выбираешь вуз, который, любой, который сможешь поступить и будешь считать. Я не буду, как это, платить за поступление, ты должен сам выбрать и сам поступить. И всё. Ну, за платное образование ты заплатишь, за Гарвард, я заплачу за любое качественное образование, за любое образование, которое он выберет. То есть любое. Хочешь в Кардонблю учиться, пожалуйста, езжай. Ну, если ты захочешь. Он венский технический выбрал, кстати. Ну, неважно. Хороший город. Суть в том, что если ты рассчитываешь на меня, что я буду тебя кормить после того, как ты станешь совершеннолетием, даже не думай об этом. И я не то, чтобы его пугал, так и получилось. Он зарабатывает деньги и живёт на эти деньги. Я не помогаю. Он устроился ко мне на работу. Ну, скажем так, я его пригласил, потому что он классный педагог. Он невероятно хорошо умеет находить общий язык с детьми. Плюс он ещё очень много времени работал сисадмином в компьютерной академии. Шаг. И ещё вот его технические навыки мне тоже сейчас очень-очень хорошо заходят. Плюс он получил образование в Европе, разговаривает на трёх языках, поэтому преподает у нас на английской программе. У нас есть в эти степи. Ты ему платишь рыночную зарплату или зарплату как сыну? Не-не-не. Плачу рыночную зарплату. Даже не я плачу, компания платит. То есть я же не в операционке. Я выступаю как генеральный директор. Я занимаюсь вообще другими задачами. Зарплата – это задача директоров. И они знают, что к моим детям особое отношение. Это, кстати, было сказано и педагогам в нашей школе, что не дай бог, хоть какое-то ощущение возникнет у ребёнка, что она имеет некое привилегированное положение. Наоборот, к ней должен быть особый спрос. Особый. Потому что она моя дочка. Чтобы никто даже не подумал сказать, а, типа, я на хорошую оценку получил. Дима, не обидно, что сын преподаватель? Обидно, не обидно будет звучать обычный преподаватель. Может быть, хотелось бы большего успеха. Я говорил о том, что моя мечта как заказчика школы, чтобы к 24 годам ребёнок был счастлив в контексте самореализации свободы финансовой, экономической, чтобы он умел любить, умел дружить, чтобы он мог планировать и управлять своим временем, чтобы он имел достаточно денег, чтобы путешествовать, чтобы не испытывать любые сдерживающие, ну, чтобы на него не держались сдерживающие факторы, чтобы он был счастлив, да? Всё выполнено. Это всё реализовано. И кто я такой, чтобы требовать от него чего-то другого, если он счастлив? Вопрос не требовать, вопрос хотелки, но ты ответил на мой вопрос. И он продолжает расти меня, это не может не радовать. Супер. Ну, я считаю, на этой замечательной ноте можно закончить. Я скажу от себя, я кайфанул, я получил ответы на многие вопросы, которые я хотел. Я надеюсь, что подписчики Большой Рыбы и не подписчики Большой Рыбы в том числе получили ответы на вопросы о образовании, чему нужно учить своих детей. Ребят, если в завершении пару слов добавить, уже не с точки зрения родителей, а с точки зрения преподавателей, бизнесменов, то есть людей, которые взяли на себя большую ответственность учить наше молодое поколение зрителям, на что обратить еще раз внимание при воспитании своих детей. Если есть что-то добавить, буквально по два слова, может быть, что-то я не заделал. Образование это такая же услуга. Мы должны ставить цели и требовать их от исполнителей. Если мы четко сформулируем, чего мы хотим от образования, учебного заведения, школы, курсов, высшего учебного заведения, четко поставленные цели, мы тогда будем знать, реализованы или нет. И можем точно требовать это от организации. Вот все. А я бы, знаешь, про что сказал бы, тут про всех нас. Тут не про всех нас, про батьков. Конечно, правильно требовать какой-то качестве послуги обеспеченной, и это обязательно, и это нужно. И они должны поддерживать эти организации, эти послуги между собой по кинцевому результату у дитині. Но, друзья мои, виховывать детей это классно, и это правильно, но не забывайте, если вы сами, мы сами, все, батьки, не будем вести себя так, в тот способ, так качественно, как бы мы хотели, чтобы стали и были наши дети, то ничего не будет. Если вы хотите сказать детям, читайте книжки, а сами гортаете стричку в Фейсбуке, ну, неправильно это, потому что это, по-перше, неправильно, а, по-друге, это не спрацюет. Если вы хотите результату, станьте самими тем образом, какими бы вы хотели побачить своих детей. Это самый крутой, но самый сложный способ, который результативный, но действительно тяжкий и непростий. Но какой бы я точно порадил и обратить на него внимание, какой бы он сложный не был. Это и мне, в том числе, это я не вам скажу, а всем нам, родителям, потому что у нас не хватает времени, иногда мы хотим просто дать денег, чтобы оно получилось, и это понимать. школа это есть аутсорсинг наших родительских задач. Мы должны были обучать, но вот тебе школа, пожалуйста, пусть пообучает школу. Дальше, видит, в какой коннотации она видит эти истории, то, как коментуют жизнь, вы, батьки, супер влияет на майнсет детей. Просто не забывайте, дети все видят, все чуют, и понимают значительно больше, чем вам кажется. Спасибо, ребята, это был спецвыпуск «Разбор по косточкам». Мы говорили об образовании. Это самое время подписаться, поставить лайк, порекомендовать этот выпуск, посмотреть своим друзьям. Моими гостями был Дмитрий Корчевский, Академия ШАК и Микола Дореченко, MBA for Kids International. Ребят, спасибо большое за время, за общение. Мне кажется, у нас получилось. Круто получилось, правда. Спасибо. Спасибо, ребята.